Всем привет! С вами Алексей Генетик. В сегодняшнем обзоре я покажу наглядный пример, как установить смеситель для ванны, если, допустим, ваши водорозетки, установленные мастером, не соответствуют межосевым размерам. То есть всем известно, что на смесителе межосевое расстояние по центрам гаек 150 миллиметров. И если, допустим, мастер поставил водорозетки, не соответствующие этим размерам, то есть, допустим, поставил 145 миллиметров или 140 миллиметров, поставится ли смеситель на эти водорозетки или нет. Недавно на этой почве у меня был конфликт и заказчик хотел с меня высчитать деньги. Так как я поставил водорозетки, облицевал все кафелем, он мне начал говорить, что расстояние межосевое не соответствует размерам. Естественно, рулетки не было, потому что я уже инструмент унес на другой объект. У него тоже же не было никаких аргументов обвинить меня. Но, тем не менее, он хотел просто сказать, что водорозетки стоят не соосно и высчитать с меня деньги. Водорозетки, установленные мной на этом объекте, были приобретены заказчиком. Ну, в принципе, к водорозеткам у меня никогда претензий не было. Все водорозетки спаренные, они стандартные и имеют межосевое расстояние 150 миллиметров. Поэтому ошибиться я не мог, я никогда перед установкой не замеряю межосевое расстояние. Но мало ли, и сейчас я проведу эксперимент, можно ли поставить смеситель, если межосевое расстояние меньше чем 150 миллиметров. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, я все показал наглядно. Я передвину одну водорозетку на 15 мм, даже больше заявленного 10 мм, раздвину эксцентрики и у меня межосевое расстояние получилось 150 мм. Поэтому, если вы поставили чуть уже, это не повлияет на установку смесителя. Это даже облегчит установку смесителя, так как у вас межосевые расстояния будут разные и можно будет свободно маневрировать эксцентриками и выставить нужный уровень смесителя. Поэтому, Евгений, тебе привет, ты очень глубоко ошибаешься, ты просто хотел меня задеть и просто хотел с меня высчитать деньги. Ну что, всем пока, до новых встреч, спасибо, что смотрели.